так вторая часть нас продолжение писи tools открывая зум что видно было на весь экран все поехали перепрыгнет можно увеличить какие-то отступление ну ладно давайте приходится дальше собственно вторая часть опять же я на прошлом об этом все рассказывал но еще раз расскажу перетаскивание слов из компании в компанию и автоматические добавления в негатив если это может например это можно сделать это можно сделать вот таким вот образом то есть у нас здесь три разных компаний у них в трех разных компаний ключевики предположим мы захотели это все перетащить и из-за минусовать и в тех компании то есть мы перетаскиваем с минусовкой то так мы это делаем и он мы это очень просто раньше мы шли в север-централ здесь чуть не ну здесь минусовать понятно было просто мы могли сразу здесь минусовать мы шли лица сервис создавали здесь все проще и появилась такая функционал от север-киворки компаний сначала выбираем компанию компания фильтруется опять же по осинам и сначала мы выбираем осин какой-то потом мы выбираем компанию в компанию мы сразу можем вылезать группу следующий этап мы выбираем по каким мы собираемся почитать перетаскивать ну то есть мы можем оставить в тех почти как я был но это как правило не имеет никакого интереса потому что нам хочется каких-то раз мы предположим их все хотим их концов трех разных масштабов вроде перетащить если мы какой-то передумали мы можем давид нажать она ничего не изменится точнее она удалится но этих два новых а что и там где они были мы все замену сует то есть мы можем не минусовать а можем взять и минусовать то есть из того места из которому перетаскивать там и соответственно сейчас эту делать не буду но если нажать и play то и соответственно они перетачиваться в ту компанию которую мы выбрали а если какая-то новая компания по мою сначала создаем а потом уже мы в нее перетаскивать компании в опять же можно не выходя от нас здесь здесь это все сдается и опять же у нас фактически если вы нашим совком пользуетесь ни в какой-то сентра больше ходить не надо единственно сейчас у нас в процессе идет вот это м с подлайн я не знаю вот из тех у нас слушают у кого-нибудь есть я думаю что у сергея есть да 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 м с в принципе вещь крутая супер но она не очень у многих есть вот поэтому мы сейчас м с не будет показывать в осиных чужих конкурентов на мнение это который headline как search но в м с и просто тоже возможно показывать по хедлайну новой м с конкретно в самом разделе ms.amazon.com есть внутри адвертайзинга у многих уже возможность работать через вендор экспресс кто давно зарегался ну и тогда то есть фактически сейчас мы смотрели у конкурентов мы сейчас тоже это подтянем очень небольшой спрос но опять же были хедлайн у нас будет где-то мы планируем в течение двух недель также здесь же будет отчетов то есть если кто-то хедлайном пользуются все отчеты также здесь будут видны по ходу тайма просто здесь будет переключение между сверху здесь где у нас выбор аккаунта здесь будет переключение между хедлайнами обычно и писи вот опять же народ пока особо этим не пользуется но у нас это будет опять вот какие у нас еще нововведения будут ближайшее время опять же в конце на этой неделе мы сюда добавим вот рядом кнопкой с аджестов который собственно то что amazon думает мы сюда добавим еще кнопку это просто не то что amazon думает а то что мы думаем во первых кстати еще хотел сказать самое основное многие это игнорируют но это абсолютно неправильно обязательно обязательно пользуйтесь этой кнопкой с вообще работа нашей с нашей системы начинается кнопкой сет у вас все должно быть здесь установлен тогда у вас вся наша система начнет работать так как она должна если вот здесь вот как в этом аккаунте здесь нажата 5 что ничего ну фактически наша система не знает о ваших товарах ничего там где кстати сначала всегда устанавливать марджин всегда пишите сток у вас перью нет и у вас amazon fit как у вас selling price в речь вот это все надо писать тогда наша система будет знать какая у вас прибыль с товара то есть она будет понимать какой коз для вас интересен какой не интересен и так далее поэтому сразу как это необязательно сделать здесь можно там каждый товар не нажимать можно зайти вот сюда в меню секунду перебью в сет была average selling price да но если у тебя цена если у тебя цена постоянно меняется не обязательно заполнять то есть мы в принципе можем подтягивать но сейчас здесь да стоит average selling price чтобы она тебя автоматически уже вычислила на тот момент когда ты заполнял потом она уже берет а потом из-за чего-то берется просто она тебе на ever сейчас берет соответственно так теперь соответственно нет вы не хотите все там кнопки нажимать опять же еще раз говорю есть такая кнопка плитал вы нажимаете и здесь и вот здесь вот вы заполняете сразу для всех то есть в одном весь спор и прям здесь заполнять пост перенита веришь не надо вам отбегать куда-то там каждый раз вы здесь в одном месте выполнять потом уже но опять же всегда лучше начинать с этого потому что это наиболее точно начинает работать опять же то же самое по инвентаре здесь кстати мы это давно уже было у нас есть отчет по инвентаре тут на какую дату написано то есть это на 26 число у вас было там 36 стоки этого 223 еще чего-то вот соответственно для чего это нужно почему вот так важно эти кнопки сета так далее потому что во первых мы всегда понимаем вот здесь у вас профит начинает появляться потому что профит мы считаем как раз из того что у вас сколько вы реально товаре зарабатывать а во вторых когда вы ставите там роботов автоматов и так далее то есть вы всегда знаете свою прибыльную зону то есть вы знаете что если у вас там предположим расходов там составляет то есть у вас товар западается со 20 долларов у вас из них там 10 долларов расходов такого конечно бывает ну там два ну хотя тоже больше 20 долларов товара у вас там условно говоря там 12 долларов расходов то есть 88 у вас остается прибыли так из вы понимаете что вы можете из этой прибыли еще какое-то количество вам осталось работать счетом предположим 30 процентов а цена товара то есть еще 66 долларов потратить там на 5 и у вас еще останется там два доллара ваша прибыль там это здесь это условно да то есть я также стал красиво самом деле по-разному все считают потом если например двигает органик и потому что 300 150 процентов трать вот но неважно это просто обязательно нужно знать чтобы у нас системах корректно и считала и прибыли и все графики были видны хорошо так теперь еще что хотел бы пробежаться я многим хочу сейчас объяснить то что же очень многие спрашивают вот чем отличается вот эти два столбика то есть вот у нас есть здесь по датам если вы смотрите здесь есть у нас один селек дэйтер конечный сайсом прижен фаст второй называется слов в чем у них разницы почему например надо пользоваться одним или другим такой приз это собственно приз это вообще у нас обрабатывается чтобы понимали у нас обрабатывается там уже наверное сотни гигабайт данных наших клиентов там уже там может речь уже о трабайтах идет я не помню последний я не смотрел это данные которые нам каждый день роботом выкачиваются с амазона с огромным количеством статистики по ключевикам и так далее их какое-то невероятное количество потому что есть клиенты которые небольшие вот как это такая вот который здесь показан 3 продажи там вот а есть большие клиенты для как у сергея там с огромным количеством товаров там и которые просто на количество да и наша база данных в принципе только у наша вообще любая база данных когда они появляется такой огромный массив информации она начинает естественно работать медленно и когда там у нас было мало клиентов то есть когда мы только стартовали вот этот след для этого число на работал довольно быстро и можно было быстро получить сейчас когда у нас гигантская база работает быстро только вот этот приз это такой приз это раз какой-то период там раз в неделю по для всех клиентов генерим приз это которые тоже также хранятся наши память но это уже предустановленный какой-то набор данных который можно быстро считать и и вот если выбирать любые приз это они начинают ну они довольно быстро выручку сестра культуре это выберем сейчас начнет вот уже фактически а вот если вот вот буду выбирать но чем минус этих приз это в то что я могу выбрать только тот диапазон который уже есть то есть я не могу уйти куда-то круглого диапазона я могу выбрать только то что не предлагает систему а если мне нужен какой-то кастом диапазон например там с какой-то часа проходит это не надо идти вот сюда и вот это уже может ждать там в зависимости от вашего аккаунта есть например на некоторых аккаунтах можно там ждать 30 минут пока все загрузится по 10 минут по 5 минут то есть как повезет зависит от того насколько у вас большой но приз это всегда быстро соблюсь то есть вот те данные которые мы специально форматируем раз какой-то период они будут соблюсь но опять же если у вас небольшой аккаунту почему нет вы можете медленным пользоваться если у вас там мало данных может быть они быстро соберутся второй момент почему стартерно всегда грузится быстрее чем например keywords тоже хороший вопрос опять же в связи с тем что эти ворсам нет презентов но это не такие гигантские таблицы как у серферсов поэтому они они чуть-чуть промедленнее грузится чем серферсов но здесь вы можете всегда убрать любой абсолютно диапазона будет приблизительно одинаково быстро грузится то есть проблема со скоростью загрузки она пока все ждем поэтому мы сделали призрак но это не только у нас убрали такая же система тоже они с призраками единственным и все призраках раним проект какое-то время их начинает удалять у нас показ слава богу позволяет объем памяти мы пока все призрак храним и ничего не удаляем поэтому если какие-то сам старые свои отчеты на призраках они у нас абсолютно точно также хранятся так теперь были вопросы нас где-то может быть идем трекингу опять же на сейчас трекинг мы нас и в этой неделе был выпить тем более похоже на amazon one по ну не по дизайну ну как бы по расположению более удобно все привыкли к amazon вану и те которые видят наш трекинг они все пугаются и говорят ничего не понятно поэтому мы немножко сделали поле и похоже на дизайна ну просто люди привыкли уже получать информацию мы решили больше похоже вот собственно была проблема с трекингом она была на где-то может быть две назад она связана с тем что amazon начал ну то есть у него там и так он не очень где-то недели две назад там была большая проблема фактически начал рубить всех то там вот и мы переключились на новые алгоритмы но на это ушло какое-то время мы делали все селениумом сейчас по целению отказались наши перешли на пайтом и вот на пойти не она как бы сейчас пока работает стабильно ну то есть уже неделю все нормально все треки и все ваши ключевики они абсолютно нормально вот единственное по трекингу хочу сказать потому что мы используем американский почему например многие спрашивают ну так же как у мазон вану да мы заходим там с украинского айпи или с российского айпи она показывает выдачу которую отношение там то есть вы нам говорите что там наши это месте а мы заходим на 125 ну потому что под каждый регион идет своя собственная выдача и мы используем американский то есть у нас снятие данных идет с американских серверов и соответственно мы видим так как если бы клиент зашел опять же по-американский тоже раз это уже могли далось оно будет показывать а в лос-анджелесе другое но это по крайней мере ближе потому что в америке видно чем если украинской зайдет с российской вот поэтому выдача всегда может вещаться вот по трекингу мы опять же планируем где-то через неделю вводить то же самое у нас сейчас ручками все видно если трекинг зайти там видно ручка некую связь между бюджетом и поведением то есть либо ваше растет органик либо падает из позиции вот мы также ведем но это не на этой неделе это будет где-то на следующей неделе мы опять же будем привязывать автоматику к этому что если у вас позиция растет то возможность там предположим увеличивать бюджет то есть видно что работает и ну то есть уже это будет автоматизированная привязка не сейчас руками рассмотреть ага ага а это все также будет рисковый ресерч компания будет автоматизировать автоматизировать так по поводу что еще какие основные вопросы у людей возникают по трекинге уже объяснил по поводу вот этих вот всех настройки бипсистри и так далее но опять же мы смотрим по статистике что здесь в принципе понятно что мы сейчас еще раз покажу это статистика статистика ваших ученика здесь можете посмотреть дату и вы можете здесь посмотреть какой бит был на 3 марта то есть на 3 апреля на 3 февраля была дата бит вот такой вот то есть вот на 3 марта такой вот всегда можно смотреть историю ваших битов и довольно удобно чтобы посмотреть на . из любой здесь можно смотреть какую-то вот так настройки автопилота каш Word и вот это уже там, я не знаю, огромное количество раз я про это все рассказывал, так сейчас не буду заставить внимание, просто оно вот уехало все сюда. То есть не обязательно там нажимать action и так далее. Также многие спрашивали, куда у нас делось расписание, где оно вообще. Расписание у нас никакое не делалось, оно тоже впустит под кнопку action. Тут точно так же выбираете слова, которые вы хотите в расписании, вставите, нажимаете schedule. И у вас вот выправдает такая страничка, где вы уже, соответственно, ставите правила для расписания, предположим, вы хотите показывать с 9, вот времени по такой, ну там с 9 утра, с 6 утра, там с 12. И здесь вы просто запрещаете показывать свой период, ставите какой-то бит, который вы сами можете назначать, или коэффициент, то есть оставляете ваши биты как есть, но предположим, там, они просто умножаются на какой-то коэффициент уже 0,5. Ну то есть они в стороне, это становится в два раза ниже. Все, нажимаете save changes, и, соответственно, вот эти слова у вас переходят в режим. Точно так же, если вам уже режим это не нужен, вы можете точно так же взять и подарить. То есть можно дарить все скидер, и режим будет автоматически снят. Вот. Ну здесь еще раз, если вы хотите добавить слова, опять же, на трек, то же самое, они делают все чьи кнопки action, то есть точно так же можно все эти слова поставить на автоматическое сопровождение автопилок, и точно так же можно на паузу поставить, запустить, залить, ну то есть фактически вот здесь вот этот кнопок action, если эта пауза поручал, то есть все здесь можно посмотреть, все, что здесь можно выставить, оно все здесь есть. Так. Я очень хорошо слушаю, кто-то пьет чай, или хуже чай, там, Денис, я не знаю, кто это. Да я знаю, просто тебя не хотел прерывать. Сейчас я тебя замучу, а ты открою за мной. Микрофон включи. Окей. Вот, сейчас совсем другое дело. Вот. Так. В принципе, я хотел бы, вот Сергей, Сергей, ты слышишь нас? Он там, наверное, чай, наверное, не пьет. Ты говорил, у тебя будут какие-то вопросы, вот. А, нет, я просто слушал, мол, чтобы не задавать тебе личные вопросы, типа, что поменяли. Я смотрю обзор точно так же, как и все. А, окей. Окей. Вот. В принципе, ну, наверное, это все, то есть если сравнивать с предыдущими версиями, наверное, это вот основные изменения, то есть еще раз, которые мы делаем, то есть мы основное то, что у нас сейчас есть, это вот эти new discovery, new research campaign, которые мы будем делать на автоматическом сопровождении. Вот. и перенос, ну, перенос ключевиков, это, наверное, насколько у всех был, ну, просто у нас он был такой неявный, а сейчас его можно из любого места запустить, и, то есть в action он появился везде, где только можно. Так, еще те, кто столкнулся со сбоем в трекинге, опять же, он устранен, то есть сейчас все нормально, то есть все трекается, все замечательно показывает, все позиции снимаются, вот. И опять же, то есть мы сейчас планируем сделать какую-то автоматизацию. Вот, кстати, Сергей хотел, если ты меня слышишь, ну, ты меня слышишь, хотел, вот насколько, просто мы сейчас думаем, насколько это полезно будет, автоматизация, именно вот, привязанность трекинга к рекламному бюджету, то есть, предположим, вот так ты считаешь, вот ты вот, насколько себе было бы, скажем так, насколько удобно было бы тебе вообще это автоматизация. То есть, если мы повышаем бюджет, повышаем расходы на рекламу, то типа появляются слова, которые стоило бы сразу начать трекить. Да. Ну, в теории, стоит ставить на трек, ну, любое количество слов, которые потратили, ну, например, там, от 5 долларов, да, или от 10 долларов. То есть, это упростит работу пользователя, я считаю. Я не могу сказать... Я имел немножко в виду другое, я имел в виду, что это зависимость беда от позиции. Это, да, это важно, но этот график важен, но если у тебя бит был... не график, а именно аксентализация. График у нас сейчас есть, ты можешь смотреть. Тогда можешь еще раз, это за... Окей, окей, смотри, вопрос в следующем. То есть, мы вот сейчас думаем введение такую штуку, то есть, предположим, у тебя есть, опять же, есть iPhone cases, да, у тебя на него сейчас какой-то 10 долларов бит, для того, чтобы у тебя было больше продаж, чтобы ты начинал выходить по органике. Ты теряешь там кучу денег, но у тебя там со скрипом, с физгом начинает идти органика, да, вот, а потом в какой-то момент у тебя органика нормальная, она сама себя начала разгонять и так далее, и тебе, ты видишь, что у тебя уже органика нормальная, у тебя позиция уже довольно высокая, она сама себя кормит, тебе не нужно подписеть, и ты начинаешь уже снижать бит. По конкретному кейворду, даже по конкретному суш-терму, не по кейворду, я бы сказал, а по суш-терму. Это очень крутая фишка, у меня просто миллион слов, которые выходят на первую страницу, но вместе с первой страницей все равно кликается реклама, то есть у меня первая страница, там первая, вторая, третья, десятая даже позиция, я не хочу там ниже 10 позиции, показывать, точнее выше 10 позиции, показывать свою рекламу. Конечно, такая автоматизация помогла бы, ну, мне точно. Ну, вот, собственно, мы именно так хотим сделать, то есть ты задаешь, то есть автоматизация будет следующая, она будет отсекать позицию, которая у тебя есть, и в зависимости от этого начинает либо уменьшать, либо увеличивать бит. То есть у тебя позиция, если это упало, она начинает бит выращивать, чтобы ты опять поднялся. Эта автоматизация, извини, перевью, должна знать о том, что у данного суш-терма есть первая позиция, то есть она должна знать суш-терм, по которому был расход, и не обязательно, чтобы был доход, то есть у этого суш-терма не обязательно. Да, она доход вообще не смотрит, она смотрит только позицию. Это прикольно. Я причем готов отдать аккаунт на тест, ну вот на массовый, тупо все подключить, каким-то макаром, не знаю, там подумать логикой, и отключить одним махом всю рекламу, которая там меньше пятой позиции. Ну вот собственно как раз это вот. Хорошо, ну тогда это уже вне лайва. Ну да, да, это мы уже потом поговорим. Ну собственно вот первую часть закончил, вторую может быть какую-то учебную, как мы обычно проведем. Вопрос у меня есть, наконец-то смотрел. Негативы отсюда добавлять можно, это понятно. А вот снимал, убирать негативы, удалять негативы отсюда можно или нет? Отлично. Ну да, просто ты про негативы ничего не рассказал, а это одна из основополагающих вещей в рекламе. Особенно автомате. Так, поход негатив, во-первых, если мы зайдем сюда, негатив можно руками просто убирать вот отсюда. Сейчас он у меня загрузится. Ну то есть если по каждому ключевику можно... Особенно массовое удаление негативов. Да, я сейчас начну с одного, потом перейду к массовому. Так, это у меня опять будет 3 восьмерки. Ну боксом будет 3 восьмерки, сейчас там загрузится страница. Да, сразу спрашивают, почему грузится долго беды. Потому что беды мы берем лайв, то есть это реальные беды, которые на момент загрузки страниц. То есть мы не из нашей базы их скачиваем, а это реальный бед, который есть в текущем момент. И вот спрашивают, что означает кнопочка вот эта, то есть вот снизу, маленькими циферками, что она означает? Она означает очень простую вещь. Предположим, у вас сервисер 1, keyword 1, а куча этих самых сервисерсов к нему. И вы где-то что-то поменяли, забыли где, какую ставку и с какой вы меняли. И вот эта вот нижняя цифра-то сохраняет ту ставку, которая была на момент загрузки страниц. То есть если вы что-то где-то поменяли, вы всегда можете вспомнить, с какого значения вы меняли. Это для удобства, потому что многие меняют, потом забывают. То есть в одном там ключевик 1, а сервисерс раз начинает что-то менять туда-сюда и уже забыли, откуда это произошло. Нижняя циферка, она напоминает, собственно, какая была изначальность на момент загрузки. У меня есть предложение. Может быть, оно понравится и пользователям. Если кто-то поддержит, то там, не знаю, поставьте циферку 6. Нет, давайте лучше 7. Включить какой-то режим help, то есть есть сверху кнопочка, обучение, назовем так. То есть если включается кнопка обучения, для наведения на каждый из атрибутов на странице, можно узнать, что это такое. Ну, собственно, это сейчас дело. Просто мы сделали новый дизайн сначала, потому что под старым уже не хотелось ничего писать, потому что это просто выброшенное было время. Вот. А под новый дизайн сейчас это все и делается. Так что это просто чуть-чуть на автор сделать, все будет. Вот. Ну, мы постепенно, то есть сначала мы много делали новый дизайн, сейчас его сделали и сейчас как раз занимаемся тем, что мы сейчас подойдем в дизайн и пишем help. Вот. Собственно, второй момент здесь по поводу того, что спросил себе негатив. Во-первых, если мы говорим о единичных случаях, негативы все включаются вот отсюда. Если хочешь убрать негатив, это вот пустая вот эта местность. Если ты хочешь поставить негатив, ты выбираешь cp, c, e, a, p, a, e. Что это такое, разъяснено сверху, cp campaign phrase, c, e campaign. Да. Да. С этой буковки все это как раз если негативы, ты можешь единичным отсюда прямо ставить, и они сразу обновляются. То есть не надо нигде ничего нажимать, и ты поставил, оно сразу обновилось, сразу ушло на мозг. Если ты хочешь сразу несколько, предположим, у нас три слова сразу защищить негатив. Ты идешь сюда, это селектор то негатив, но я сейчас не буду, а если захочу убрать, то delete. Вот они. Либо стерк-стерк-стерк, либо стерк-стерк. Ты можешь на уровне стерк-стерк, на уровне киварда. То есть если ты выбрал все стерк-стерк, ты можешь их негатив относить, но так же может и киварда. То есть это зависит от того, что ты выберешь. И соответственно, когда ты выбираешь это селектор то негатив, ты выбираешь, на каком они будут. То есть либо экзек, либо стерк-стерк. И соответственно, к какому уровню. Понятно, великолепно. Пора переезжать на PPC Tools. Ну, видишь, лучший. Ну, от меня скажу, дизайн реально крутой. Информация намного читаемая, намного более читаемая. Кто-нибудь видел предыдущий стиль? Да, предыдущий. Да, это предыдущий, честно говоря. Был дизайнером я, а вот это просто уже профессиональный дизайнер делал. Поэтому есть небольшая разница, да. Так, окей. Ну, тогда, если у нас там остается еще немного времени. Если у кого-то есть какие-то вопросы, давайте отвечу. Если нет, тогда я какой-нибудь быстренький курс проведу, как начать пользоваться, что делать. Вот. И, собственно, давай пока вопросы есть какие-то. Чего, вопрос почитать? Да. Давай. Моя такая просьба, ну, как новичку, с самого начала записать какое-то видео или, может быть, есть оно? Оно есть. У Дениса огромное количество. Ну, в принципе, можно начать с Дениса, потому что каждое видео там по часу времени. Но у нас сейчас вот новый дизайн мы сделаем, мы сейчас записываем свой курс. Единственное, у нас все будет на английском, потому что у нас все-таки больше на американскую аудиторию наш софт рассчитан. А поэтому, если хотите по-русски, по-русски мы пока, к сожалению, не планируем, потому что, ну, это огромное количество видео будет там, хелопов. Любой вебинар Дениса открывайте, где-то PC Tools есть, их довольно много. И там очень много информации. Просто программы постоянно меняются, и за это очень сложно в этом отношении. А поддержка как у вас работает, если вопросы есть? Если у вас с английским языком хорошо, то тогда мы планируем где-то в фазу хелпа закончить где-то через две недели. Ну, то есть, постепенно все будет выкладываться сейчас. Но еще раз говорю, что, к сожалению, на русском пока не планируется все. А вы на YouTube будете выкладывать? Нет, это будет Vimeo, скорее всего. Ну, то есть, это будет наш внутренний, на YouTube это не будет. Ну, там просто на YouTube есть автопереводчик, а на Вайме ничего кроме красивого плеера вообще ничего нет. Нет, мы можем, если будет как бы запрос, то мы можем выложить в Gmail. Да, потому что YouTube переводит, а на Вайме он ничего не делает, кроме плеера посимпатичнее и понтов, и все. То есть, какой-то сервис такой Вайме специфический очень. Так, вопросов нет, вопрос есть у кого-нибудь еще? Допишитесь тогда в Facebook или голосом спросите, потому что вопросов нет. Окей, тогда вот, собственно, по поводу для новичков, которые только начали. Что это, зачем, как оно поможет, вообще, что такое наш софт, для чего он нужен? Все, когда, ну, это те, кто профессионал, могут участвовать, дальше ничего интересного не будет. А для новичков я быстренько расскажу. Соответственно, мы сделали софт, который все из нас продают, все знают, как тяжело продавать, какая высокая конкуренция. И битва за PPC, она точно такая же, как битва за товар и так далее. Когда вы начинаете давать рекламу, кроме вас точно так же огромное количество людей дает рекламу. И вам необходимо быть умнее их, лучше их, меньше тратить, больше зарабатывать. Ну, то есть выигрывать конкурентную битву не только с вашим товаром, но также с теми людьми, которые точно так ждают рекламу. Сделать это можно только оптимизируя постоянно вашу компанию. То есть тупо взять на автомат поставить, и все у меня будет хорошо. Это не работает. Может быть, это работало 10 лет назад, но сейчас это не работает. То есть для того, чтобы вам выигрывать борьбу здесь на поле PPC, вам надо постоянно оптимизировать вашу компанию, постоянно искать продающие ключи, постоянно работать. И все это занимает огромное количество времени. На рынке сейчас стало появляться, ну, до этого, кроме Брайана, там, один-два человека. Вообще, первоначальный, как бы, столб всего и вся был. Это Брайан Джонсон, которого PPC-скоп, собственно, который являлся вдохновителем, в том числе нашего софта. Вот. Было так много программ, сейчас их стало больше. У всех свои какие-то особенности есть. Вот. Но с программой работать с рекламой гораздо проще и удобнее, потому что у Амазона довольно такой слабый аналитический. То есть это не Google AdWords, который там сразу с лету дает огромное количество аналитики. Вот, фактически, если... Наш софт для Google AdWords, он не нужен. Потому что фактически все там уже есть встроено. То есть если вы работаете с Google AdWords, вам, ну, все уже есть с нуля уже в том софте, который у них есть. Амазон от этого отличается. Почему, собственно, хуже на что? Потому что там совершенно жуткая аналитика. Ее никак оттуда не вытащили, только в виде CSV-отчетов. Да, случилось чудо. Две недели назад появились графики. Ура! Все рады. Ура! Появились графики. Я их отключил. Как божья мана, да. То есть как это просто, ну, прям вот манна небесная, да. То есть все прям вот. Вот приблизительно в таком ключе вот Amazon дает аналитику. Поэтому, когда у вас много рекламных компаний, соответственно, без какого-то спецсофта... Нет, я знаю людей, которые сидят в Excel и все это сравнивают. Ну, это жуткое количество, там, неэффективный расход времени. То есть все равно нужен будет какой-то спецсофт, который позволяет вам меньше тратить свое время. Вот как раз TPC Tools – это одна из таких программ, которые мы разработали, которая позволяет точечно настраивать вашу компанию, экономить вам массу огромного времени. То есть фактически вы при нормальной настройке будете там тратить не более, там, нескольких часов в неделю. Вот. Мы стараемся разрабатывать массу полезных инструментов, максимально все автоматизировать. То есть у нас здесь автопилот, который позволяет выравнивать ставки и заносить автоматические слова в негативы. Вот сейчас разработали вот это Auto Expansion Discovery и Research компании, которые тоже автоматически все это делают. Вот. Поэтому у нас, опять же, двухнедельный правил период. То есть вы можете попробовать наш софт, но если у вас не возьмут денег, единственное, там придется сбить данную карту, но она не будет снимать никаких денег. То есть у вас просто должна быть валидная карта, которую вы побьете. И две недели вы можете просто пользоваться, смотреть. У Дениса есть огромное количество на эту тему. Мы записываем, я не знаю, уже, наверное, десяток вебинаров, где я рассказывал про софт. Сейчас будет help, опять же, на английском, который мы на новом дизайне уже записываем сейчас. Вот. Я не хочу просто повторяться с самого начала, все рассказывать, как что настраивать и так далее. Все есть на вебинарах. Но, условно говоря, работа в нашей системе, она выглядит в нескольких шагах. То есть вы сначала регистрируетесь, поддаете на свой токинг, потом заполняется вот здесь вот все, где EPC Profit. Вот эти вот штучки все ставите. Здесь устанавливаете вашу маржинальность. После этого идете, смотрите, где у вас самые неэффективные, эффективные, все в чем, все ваши пучки. Ставите, ну, первое время, пока не на автомате, все это ручками проверяете, выравниваете ставки. Соответственно, ставите в негативы. Опять же, у нас здесь есть такая штука. И на сайте есть какие-то базовые, сейчас я покажу, как оно выглядит. Так. Так. Ну, я, наверное, лучше Денис у вас скину, сейчас я все равно не найду. У нас в разделе Help есть целый раздел посвящен, каким образом нужно выравнивать ставки, в зависимости от вашей профиты и так далее. То есть, наверное, я в конце вебинара на Facebook это выложу. Есть какой-то help, да, там даже на русском у вас все написано, статья. Вот. И здесь вы начинаете уже работать и дальше уже, то есть, либо вы доверяете нашим автоматам, которым все это буду вести, но, опять же, по автоматам у вас должен быть хороший трафик, потому что автоматы работают только на статистике. Если у вас нет статистики, автоматы не работают, поэтому вы интуитивно там что-то руками будете выставлять. Вот. По help-у, русскоязычный, кстати, я вспомню, у нас есть. Я выложу Дениса в Facebook ответственно после того, как закончится эфир. Ну, наверное, на этот раз у меня все. Ну, да. Если есть вопросы, давайте задавайте тогда. Или пишите в Facebook или здесь голосом. Ну и, в принципе, до новых встреч. Да. Всем спасибо. И хороших продаж. Да. Все. Пока. Вопросов нет. Праздник. Ну. Вопросов нет. Вопросов нет. Ну и. Второй явок.